Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Геван» и я, её ведущая, Наталья Сметанина. Мы работаем в прямом эфире. С нами режиссёры прямого эфира Николай Слепсов и Мария Новгородова. Можете обращаться к нам, звонить по номерам телефонов 320066, 321166. Я с большим удовольствием представляю гостя нашей студии сегодня. Это Августа Дмитриевна Марфусалова. Доброе утро, Август. Мэнду. Председатель Совета Старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха и Якутия. Председатель Комиссии по развитию Арктики, Северных территорий и коренных малочисленных народов Северообщественной палаты Республики Саха и Якутия. Член Общественного совета Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. Кандидат философских наук. Очень длинное представление получилось. Мэнду, Мэнду. Мэнду, Мэнду. В коротком разговоре я могу у вас почерпнуть очень много, узнать что-то новое и какую-то информацию получить. У вас очень активная жизненная позиция, вы работаете очень много, общественной деятельностью занимаетесь, были видным политическим деятелем. И среди представителей коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока, наверное, вас все знают как самого активного деятеля нашей ассоциации и нашего движения. Совет старейшин ассоциаций аккумулировал в себе всех наших старейшин, которые являются нашей душой и сердцем нашей ассоциации, которые стояли у истоков. Люди опытные, очень много до сих пор работают на общественных началах, конечно. И то, что есть такой совет, это для нас очень большое такое подспорье, очень большая опора, потому что в любой момент можем обратиться за советом, за помощью. Очень много бывает ситуаций таких, когда нужен совет мудрого человека. Поэтому я очень рада, что именно вы являетесь председателем нашего совета старейшин ассоциации. И как сегодня совет работает, как люди живут? Ну, в составе совета, а совет как бы председатель утверждается на съезде, ассоциации в целом, да? Ну, тут вот меня как-то назначили, что огорошили. Это уже два съезда назад, наверное, были. Перед фактом поставили. Я даже сразу подумала, да, я уже, оказывается, такая пожилая стала, что стала председателем совета старейшин. И в составе совета руководителей и в прошлом, и в настоящем, которые прошли большой жизненный путь, это от каждого народа. Лена Поликарповна, Тимофеева, Долган, да? Иван Михайлович Атласов, да? Вера Серафимовна Никитина, вот по Ивенаме занимается, да? Ну, чукчами у нас сама Жанна, поскольку у них представителей тут особо нет. Вот, ну, я хочу сказать, что где-то за 60, порядка 10 тысяч, наверное, у нас представителей КМНС. Ну, социология говорит о том, что, как правило, общественно активным бывает где-то процентов 10. Поэтому оно так и есть. И вот одними из отчинателей, хранителями, может быть, этнических культур, вот как раз старейшины являются. Ну, большинство, многие очень переехали из родных мест в город, и поэтому как бы сейчас концентрируются они в городе. Это при ДК культуры там, наши девочки там их курируют полностью. Ну, ансамбль при них, да, Ольга Петровна и Настя Куличкина. Поэтому они очень активны в городе. Ну, я думаю, что и в деревнях у нас есть очень большие ансамбли, эти вот фольклорные ансамбли тоже вот в основном состоящие из пожилых людей. Но это то, что касается. И много мужчин у нас не очень вот так видны, да, но они больше занимаются своим традиционным хозяйством. Скажем, и Дукин Михаил Николаевич, да, все время советы. Или Владимир Николаевич всегда дают вот советы. Ну, сейчас уже поколения идут, более молодые входят в состав этих ветеранов, поэтому пополняется. Ну, вот в основном советами, значит, организовывают где-то работу, выступают где-то большей частью. Вот так работает совет старейшин. Да, и пандемийный год нас, конечно, выбил из колеи хорошенечко. Вот уже почти полтора года мероприятия не проходятся, мы бережем своих старейшин. Поэтому даем всем Бог здоровья, пускай берегут себя, да, и подольше с нами будут долгой жизнью. Ну, я бы сказала, что их влияние очень чувствуется. Вот по последние годы это видно, потому что мы судим по детям же. А то, что у нас детки уже как бы не говорим, уже поют, танцуют, да, они уже делают разные вещи на то, чтобы вот как бы возродить свои знания этноса, истории, этноса, языка большей частью. Вот как раз идет десятилетие же языков коренных народов. За это время, может быть, каким-то образом восстановится. Я не говорю, что будет бытовой язык, но то, что если ты даже будешь слышать, будешь говорить там, здороваться, как я сегодня поздоровилась, тебя поздравила, да, с днем рождения, то, наверное, уже какой-то плюс будет большой. Главное, что в детях сознание появилось, что они не просто представители там какого-то государства, какого-то региона, района, они являются представителями очень древних этносов, которые жили, будут, живут сегодня, я надеюсь, будут жить еще долго. Будем жить. Да. Августая Дмитриевна, вы венкика из Алдана, то есть какой род у вас? Бута или какой? Нет, Анна Николаевна говорила Деволга. Ага. Да, это район Амгинский идет. На самом деле у меня корнище Немгеркан, наверное, вот, это с маминой стороны, отец там вот так вот, не Бута. Бута, Бута, это в основном идут учурские, и район, ну, горные, в основном, янгринские в той стороне, и Амурских очень много, Хабаровских много Бута. Авгу. Августа Дмитриевна, а вы, наверное, в детстве говорили на родном языке? Больше слышала. Я же говорю, у меня по необходимости многодетная семья, и все время же тогда шло переселение, с места на место людей переселяли. Поэтому, а отец с матерью были работниками школ, они как бы тогда имели достаточно высокое образование. Я поздно очень узнала, что у меня, оказывается, папа военный, у него военное образование, он старший лейтенант, он не говорил о войне, очень редко, вот, потом я только узнала, что у него вот такое образование специальное имеется. Ну, а мама, семь классов, сразу во время войны началась, вот, нужны были такие люди, так что вот педагогические династии получились. И они переселялись, я, чтобы дать образование, она меня с третьего класса отдала в интернаты русские. Поэтому я из одного поселка в Алданском районе прошла все поселки практически, из интерната в интернат. Так что вот, а так, все время, ну, выезжали на каникулы к деду с бабкой, они до конца имели свое стадо, где-то в районе ста голов было, за каждым закреплены были тугуты, олени. И вот они там разговаривали, деды наши, я слышу, слышала немножко, понимала, конечно. Очень вкусный язык, когда особенно слышишь, как дети начинают говорить на родном языке, разговаривать между собой. Очень вкусно это слышать. Августа Дмитриевна, вы депутат Государственного собрания Илтумен второго созыва. Второго, да. Это... 98-й, 2003-й год. 2003-й, да. По происшествию этого времени, какой-нибудь анализ вы можете небольшой сделать? Что изменилось с времен вашего депутатства? Тогда все начиналось, вы только тогда все ставили на свои места, говорили, начинали работать. И сегодня как? Я хочу сказать, что наши с вами прародители, первые организаторы ассоциации, да, Андрей Васильевич, Николай Романович Калитин, Василий Афанасьевич Робик, в общем, тогда очень крепкий. Якутия тем характерно, что здесь были очень сильные кадры. Ну, Александр... Андрей Васильевич, он же работал заместителем заведующего отделом, идеологическим отделом обкома партии. Им было поручено по заданию ЦК, ну, обкома, получается, вот создать ассоциацию, объединить коренные и малочесные народы, чтобы они могли подключиться сами к решению тех насущных проблем, которые были высказаны писателями народов Севера. Это еще в 87-м году было. Вот с тех пор развернулось, а тут перелом. Надо было как-то приспосабливаться, потому что менялась система. Это очень больно по людям ударяет. И вот то, что этническая работа, она каким-то образом очень здорово нам помогла сохраниться. Потому что, ну, народы Севера никогда не благоденствовали, никогда богато не жили, они привыкли. И, в общем-то, и по сегодняшний день не очень-то мы стремимся, наверное, вот к таким большим заоблачным каким-то этим. А повседневная жизнь, вот это и с природой вместе, с экологией, вот это как-то отдельные черты. Наверное, благодаря этому мы сегодня и сохранились. И ассоциацию очень сильно, эти кадры, кадры были хорошие. Тогда, помните, Тамара Агоровна Варламова была, Григорьев, Христофор Афанасьевич, они сидели, крепко сидели. Потому что они были, имели опыт, управленческий опыт работы. А без этого вообще нельзя что-то организовать. Вот многие просто хаос любят. А на самом деле надо жить планово, надо всё это делать. И вот так и пошло. Но законодательство, оно дело такое, очень серьёзное. Спасибо, Августа Дмитриевна. Мы продолжим во втором блоке. А сейчас, дорогие телезрители и радиослушатели, мы уходим на небольшую рекламу. Мы в прямом эфире встретимся после неё. Я приветствую наших радиослушателей и телезрителей в программе «Геван». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 320066, 321166. И сегодня у нас в студии Августа Дмитриевна Марфусалова. Августа Дмитриевна, в первом блоке нашей программы мы говорили о начале создания ассоциации нашей, о первых законодательных инициативах наших коренных представителей коренных народов Севера. Вы были одним из первых депутатов из числа КМНС? Нет. В Верховном Совете и АССР последним, 12-м, их было 11 человек, целая комиссия. И Мария Петровна Погодаева возглавляла. Она до этого была ещё депутатом Верховного Совета СССР. Два созыва. Это, представляете, какое время было? Типа оленевод и становится депутатом. Последним депутатом от МНС была Вера Попова, Севена Бетентай, Верховный Совет СССР. Тогда такая градация была в советское время. А потом пошёл конкурсный выбор. И они как раз очень сильно занимались, потому что без правил особо в обществе нельзя. А правила — это законы, которые мы должны исполнять. И поэтому, Мария Петровна, первый вопрос, она вообще болеет за общины, создание, восстановление традиционной хозяйственной деятельности. То вот первый закон был принят в 92-м году. Это закон об общинах коренных малочисленных народов севера республики Саха и Якутия. Вот это первый закон был. Он действовал. Но этим же нельзя ограничиваться. Жизнь большая, круг сферы деятельности большой. Ну вот поэтому... А я работала в это время в министерствах. Ну, сначала в министерстве по делам малочисленных народов севера, потом в министерстве по делам народов. Столько много структур поменялось. Ну, хорошо, мы просто подумали тогда. Это Елена Поликарповна работала, Вера Серафимовна работала, да, там несколько человек. Аксакалы наши теперешние. Вот мы подумали, ну, что бояться все время держаться за это кресло. Надо будет, значит, надо. И поэтому мы спокойно занимались делами. Вот проекты вот этих законодательных инициатив. Ассоциации было выработано уже достаточно много. Проектов, законов. Это институт наш большой. Он очень сильно помогали, очень сильно работали. Не только наукой. Вот я считаю, что ученые должны не только теоретически мыслить. Они должны помогать осуществлять это в делах. Народу помогать, чтобы легче жилось каким-то образом. Ну вот они были как бы основным блоком людей, которые готовили эти законодательные инициативы. Но их надо проталкивать. Поэтому вот было принято решение такое, что надо идти депутатов, потому что Илтумена, потому что их в первом созыве не было, представителей КМНС. Вот таким образом, значит, я пошла баллотироваться. А, видимо, в Алдане очень серьезная ситуация была. Он замерзал практически город. Все его кинули. Многие выехали. Республика не обращала внимания. Вообще министры за пять лет туда не появлялись. Вот такая установка, видимо, была. А он же и так старый город. И он все отдавал стране. А по сути для себя-то Алданский район ничего не получал. И вот в итоге, значит, получилось так, что в 98-м году нас, местных коренных, русскоязычного населения, избрало троих человек. Двое в палату представителей, один в палату республики Никифор Романовича Бловский. Ну и Берзгалов еще был по Томотскому округу. Вот мы и занялись. И поэтому я стала депутатом Государственного собрания Илтумена 2-го созыва. И вот этот блок, он... Вот эти годы, как раз за пять лет моего депутатской деятельности, у нас были приняты все пять основных законов, которые обустраивали жизнь. Это правовой статус коренных малочистых народов Севера. Это три хозяйственных закона по оленеводству, по промыслу, по рыболовству отдельно были. Ну и закон о статусе национального административно-территориального образования. Но он был нацелен на то, чтобы наши администрации, районные, тоже занимались бы этими делами. Вы сами знаете, без власти нельзя ничего фактически сделать. Должен лидер какой-то быть на месте, чтобы он крутил и занимался. А это могут только люди, которые получают зарплату на свои деятельности, должны выполнять функции определенные. Вот эти пять законов, вот мою бытность, были приняты, ну и подготовлено было достаточно много. Но кроме того, конечно, с комитетами мы очень хорошо работали. Вообще СУЗы был очень оригинальный. У нас были 23-летние депутаты и заканчивались где-то 80, по-моему, лет кому-то было по самому старому. Ну вот, и работали, палата представителей в основном писала и принимала законы, а палата республики, она только конституционные законы принимала в то время. Поэтому через нас прошли все эти законопроекты и законы, и вот остался очень большой блок. И поэтому где можно было, везде вклинивались. Особенно по земле, особенно, значит, по экологии, в образовании очень сильно работали, по культуре. В общем, мы друг друга понимали. Какой-то вот такой был момент. И вот сейчас эти, благодаря им мы впервые получили бюджетную поддержку оленеводству, затем определенное упорядочение в области охоты и рыболовства. Это основное, чем занимаются люди, что можно держать их на местах, а не так, чтобы они переселялись. Вот поэтому, благодаря вот этому, значит, наверное, без финансирования нельзя. Да, конечно. Да, вот сегодня уже хвалится, что они оленеводство дают где-то 800 с чем-то миллионов. Ну, наверное, хорошо, но и цены-то другие уж. Жизнь другая, да. А тогда уже вот видели, как бы, это субсидия же была за работу в оленеводстве, как бы, за поддержку где-то в районе, наверное, 12 или, ну, средняя зарплата была. Это было первое. Уже людей как-то поддержали, потому что практически уходили. И пошел рост поголовья. То его совсем практически дошло до 140, по-моему, тысяч, а потом до 200 догнали. И Борис Ануфриевич был заместителем министра сельского хозяйства. Как раз он занимался традиционными этими видами хозяйственной деятельности, поэтому мы как-то все компактно вот так работали. Все вместе. августа Дмитриевна, как у вас хватает столько энергии и сегодня вот ваш каждый день расписан по минутам. Буквально встречи, работа. Вы являетесь председателем комиссии общественной палаты Республики Саха-Якутия именно по арктическим зонам, по северу. Что сегодня вы в комиссии решаете? Ну, опять, опять то же самое. отсутствие большого количества кадров, ну, наша малочисленность наверное сказывается. Вот четыре года назад вдруг мне позвонили Вячеслав Иванович, ну, сначала Мария Петровна Дяконова, Августа Дмитриевна, мы вас посылаем в общественную палату. Я говорю, а что это такое вообще? Что это такое общественная палата? Вообще столько много структуры, еще одна вот такая, зачем она нужна? Ну, некому больше. Она спросит, чтобы мы кого-то делегировали. ладно. Пришла я вилтумен, ну, там уже знают, поскольку я эксперт в комитете по делам севера, значит, постоянно там почти ежедневно бываю, и они смотрят, а там у нас какая-то накладка получилась. Короче, Мария Петровна, перерегистрация шла общественных организаций в 99-м году. Мы-то с Борисом Ануфричем сделали это, а Мария Петровна старые принесла. И вот комитет не утвердил меня. Даже у самих этих депутатов глаза расширились, как так, а Марфусалова почему-то не утвердили. Но она успела принести, и в итоге я попала вообще в эту палату, а там комитет по северу был создан уже. Иван Иванович председателем, но, естественно, я там работаю. Вот, я потом уже поняла, что, оказывается, общественность играет очень большую роль, и особенно для меня я съездила на форумы, в Сахалин попала, там встречалась с Лемонзо, но с ассоциацией не смогла встретиться, они были все на рыбалке, путину у них началась. Потом я была в Москве, и там я впервые выступила. Как раз у Лены Христофоровны набрался материал по здоровью фактической. Я и все эти материалы взяла, я там выступила в этом, но другое дело, что как они восприняли, там все торопились и так далее, но я передала и уже сказала, что северные вопросы должны рассматриваться на федерации, иначе они вопросы не решат. Поэтому вот эта площадка для того, чтобы влиять на региональное принятие решений. Мы с вами по рыбалке видим, по промыслу видим, насколько они там, какие они документы принимают и как это сказывается здесь. Как инструмент воздействия действия. да, да, вот общественная палата для этого. Поэтому мы, например, с Иваном Ивановичем, он же Верхоянский, жестко вместе, значит, как иголочка с ниточкой, ходим там. Когда разрабатывалась стратегия развития арктической зоны, государственная программа развития арктической зоны республики Саха и Якутия, мы практически на всех заседаниях Минэкономразвития были. И одновременно вот я, например, и он, члены общественного совета Минартики, я еще член общественного совета Министерства культуры и духовного развития. Вот, так что вот где-то подсказывать, где-то что-то подправлять. И таким образом вот в эти документы поначалу в проектах их вообще не было. КМНС как таковых. Вот, и потом в итоге значит мы кое-что дополнительные вещи, вот то, что важно, мы там уже просматриваем. И даже в России уже, ну сейчас вот чувствуется, Арктика пошла, вот, там мы пытаемся пытаемся тоже кое-что говорить. Если говорить о палате общественной, то сколько в комиссии вас работает сегодня? Сегодня это, ну это в этот созыв, когда меня пропустили, я уже поняла значимость, я поняла, что могу работать с федерацией, поэтому я уже сама осознанно попросила, чтобы как-то меня рекомендовали. Я ассоциации рекомендовал, но депутаты не стали возражать, скорее всего. Да, таким образом, и даже потом, когда рабочая группа формировала, Иван Иванович был членом, теперь он зампредседателя общественной палаты, вот, и мы самые пожилые вообще среди этого. И сейчас вы являетесь председателем комиссии, да? Сделали такую комиссию, даже добавили коренных младчисленных народов Севера. Августа Дмитриевна, так интересно, и очень быстро время проходит, мы уходим на очередную рекламную паузу, встретимся после нее. Добрый день, августа Дмитриевна, августа Дмитриевна, продолжим продолжим наш эфир, очень интересно, даже время незаметно так быстро пролетает, мы говорили о общественной палате нашей республики, в которой вы являетесь председателем комиссии по Арктике, по Северу, по КМНС, какой состав совета, кто туда входит, сколько вас, какими вопросами основными сейчас занимаются? 66 членов назначаются, половина из них назначается, 22 человека глава, он в прошлом году их еще назначил, а вот с госсобранием Милтуман в прошлом году не получилось, и вот назначение произошло только в начале апреля, вот, а остальные 44 назначают следующих 22 человека из тех заявлений, много желающих есть, из НКО, в основном некоммерческие организации общественные, они представляют людей, вот таким образом 66 человека работают, сформировано 12 комиссий у нас по разным направлениям, в прошлый раз было всего лишь 6, но очень накладно было, например, наша комиссия была по Арктике, плюс еще агропромышленный комплекс, два таких блока, ну вот мы, например, поднимали очень сильный вопрос на пленарном, это вопрос по развитию сельского хозяйства, по выполнению программы развития сельского хозяйства, давали, там есть изменения, затем в связи с этим связано было обсуждение послания Михаила Ефимовича Николаева про крестьянские усадьбы, то есть, чтобы было свое самосознание, что мы должны сохранять свою землю, сохранять свою территорию и не уходить оттуда, вот каков итог его послания, мы поэтому очень сильно поддержали и продвигаем сейчас вот идеи Михаила Ефимовича в этом плане, чтобы они были национальной идеей, потому что нас готовы выселить, особенно с Арктики, это вообще меня поразила, последняя информация, 21 апреля состоялся какой-то комитет Совета Федерации, Федерального Собрания Российской, и там они высказались, понимаешь, да, что легче, значит, переселить с Арктики, чем там заниматься устройством социальным, представляете, откровенно говорят, вот такого уровня люди, тогда что мы имеем в политике, вот таким образом, значит, вот задача, и эти вопросы мы, и еще очень серьезный вопрос был, это по ветеринарам мы подняли, так по ходу, мы даже и не знали, что идет реорганизация ветеринарная служба, но как можно оставить Арктику без ветеринаров, вообще отрасли без ветеринаров, вот поэтому очень сильный разговор шел у нас с правительством в этом плане, и самое сильное, то есть подачи Ульяны Алексеевны Винокуровой, которая опубликовала письмо о ценах и вообще об отсутствии уже ряда продовольственных товаров по Арктической зоне, состоялся очень большой разговор, были привлечены бывшие министры торговли, значит, Госнаба, старые специалисты, которые очень четко в этой системе, и благодаря им нами были направлены письма, письма, решения, рекомендации в Россию, значит, в правительство Российской Федерации, прямо Путину даже мы отправили, и плюс, значит, в Министерство развития Дальнего Востока, я вот считаю, что мы их поторопили, видимо, поэтому в этой половине уже ряд мер каких-то по обеспечению продовольствия начали предприниматься, понимаете, а тут тишина, и никто не занимается, бросили на субъекты, по сути дела, Арктика, это не тот объект, чтобы его бросать на субъектовый уровень, вот так вот мы и мы сегодня решаем, что мы должны влиять на решения, которые принимаются федеральными органами, вот, и я тоже, опять же, оказалась в такой ситуации, не зная, меня просто уведомили, что я, оказывается, еще явила, членом, стала членом Совета, Общественного Совета по Арктической Зоне, Министерстве по Развитию Дальнего Востока и Арктической Зоны Российской Федерации, он куда вот, выросла я вдруг, да, вот таким образом, и там еще Александр Андреевич Кугаевский, это кандидат экономический, ну, вы все знаете, бывший министр торговли, так что вы его все знаете, и он очень активно, а есть еще у них еще один совет по Дальнему Востоку, там у нас Булунская, Осаева, Татьяна Николаевна членом является, так что вот мы сразу же подняли вопрос Северного Завоза по реорганизации там, вот, и сейчас вот подумываем над тем, Средь Чукчи, помните, был? И там поднялся вопрос о том, что с жильем плохо, капитально, в программу переселения из аварийного жилья каким-то образом не попадают дома, которые там в Колымском или еще где-то находятся, это вот нас заинтересовало, а у нас был, у нас появился Калинкин Николай, Николаевич, ой, из Нижней Колымы стал членом общественной палаты, он сразу там разработал, прислал письмо о том, что надо заняться вопросами капитального строительства. Мы подумали, раз они Арктики уделяют очень сильное внимание развитию Арктики, то как без строительства вообще быть? А там же не строительного материала, практически ничего, поэтому вот одно из первых мер, которые будет наша комиссия заниматься, это вопросом, каким образом восстанавливать строительство, строительный блок в Арктической зоне. Да, Да, что к этому применять, потому что все же бросили на рынок, как хотите, так и занимайтесь. Никто не поддерживает предпринимателей, которые занимаются строительством в Арктической зоне. Вот, ну, я думаю, это вопрос федерального уровня, поэтому вот сейчас собираюсь лететь очно, это уже ассоциация побеспокоилась, российская ассоциация, они даже мне оплатили проездный, проезд, это очень большие суммы, в Салихарде будет проводиться вот 15-го числа заседание Общественного совета по Арктической зоне, там будет принимать участие вот новый министр по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны, многие министерства и руководство, частичные расходы по проведению этого мероприятия берет на себя Ямал, но там Газпром, они очень большие суммы отделяют, поэтому очень интересно было бы поехать принять участие. Вы воочию встретитесь с членами Арктического совета, будет много работы, вы заявились на выступление, по какой теме будете говорить? По всей видимости, по каждой из трех повестки дня, всего один день и полдня только заседание и три вопроса. Во-первых, для меня это было несколько, немножко неожиданным, наверное, Арктический гектар, очень сильно стал будироваться вопрос Арктического гектара, ну, подобно Дальневосточному гектару. Это что-то другое, да, получается? Ну, практически то же самое распространяется только на Арктику, но там нет сельского смысла растениеводства, да, поэтому я, вот, у меня сомнения какие-то, как, на что может быть распространяться распространяться Арктический гектар в Арктике, каким образом, для чего, это один вопрос. Второй вопрос, это вопрос о стандартах ответственности бизнеса. Ну, в сентябре же прошлого года были приняты правительством подписаны вот эти вот, и каким образом они дальше двигаются и так далее, вот этот вопрос будет рассматриваться. И третий вопрос, это вот принята, подписана государственная программа в декабре месяце по господдержке традиционной хозяйственной деятельности. КМНС в арктической зоне. Только в арктической зоне там прямо выделено, да? Ну, выделено пока. Но сейчас общественный совет и Минвостокразвития планируют распространить это и на всех КМНС, потому что и Дальним Востоком они также занимаются. Конечно. Вот, да. и дело в том, что мы как только стали членами и мы вот этот вот этот проект сначала постановления мы замечания очень много от ассоциаций посылали. Мы же не одна, я, например, делаем. Мы все идем. наш плюс Якутии в том, что мы идем группой сразу со всех структур власти, например. Да, и поэтому, наверное, Елене Христофоровне очень сильно помогают. Надо отдать должность, что она, наверное, один из тех депутатов, который там по всем министерствам ходит и где-то что-то добивается во многом. Вот теперь вот благодаря, наверное, еще ее усилиям вот буквально сегодня появилось решение о том, что будут записываться или прописываться ли оленеводы, кочующие оленеводы, которые не имеют дома в деревне, там, где они находятся в муниципальном образовании. В общем, это серьезные вопросы. То есть, в паспорте будет стоять регистрация, местность там какая-то? Да, да, да. Ну, вот такие вот вопросы очень много. И вопрос еще хочу сказать, что то, что все-таки Минсельхоз подумывает о том, чтобы отнести общины сельхозтоваропроизводителем, то есть, внести поправку. И вроде на сегодняшний день и депутаты Госдумы еще не противятся этому. Вот, к сожалению, в Думе у нас только одна Татьяна Алексеевна осталась с Ханты-Мансийского. Литков же стал членом Совета Федерации. Но то, что он на работу лопот, это ему хорошо помогает. Он сейчас председатель вот нашего общественного совета. Так что я думаю, вот надо влиять. Влиять на то, чтобы Россия учитывала интересы регионов в первую очередь, а не принимала усердненные акты. Обязательно. Потому что Арктика, это же люди, которые живут там веками, жили, и надо учитывать интересы этих людей, а не просто видеть в Арктике какой-то сырьевой придаток. Пока так видят они. Спасибо большое Августа Дмитриевна за то, что вы пришли к нам сегодня на прямой эфир. Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья, чтобы и впредь вы нас наставляли, учили, помогали нам советами, поддерживали нас. И удачи на съезде Астонического совета. Боколдами стала. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы прощаемся с вами до следующего четверга. До свидания. Аймакэ.